Доброе раннее утро. Сегодня у нас полный штиль. Красота неимоверная просто. Вода прозрачная, прозрачная. Красота. Прозрачная вода. Просто что-то с чем-то. И вода теплая. Кстати, с одной стороны остров очень удивительно. С нашей стороны, у нас апартаменты, здесь теплая вода. А с другой стороны, если переехать, буквально 10 минут переехать или перейти, там уже вода реально холодная. Мы там тоже купались. Наверное, я показываю уже. Поплыли? Поплыли? Мы сегодня в городе Трибунь. Мы прыгали здесь в прошлый раз, останавливались. Я не показывала видео. Здесь парковка за 10 кун в час. Офигительный город. Я не снимала летом, потому что летом мало кто смотрит. Мне как-то было так. Не зажалко тратить свое время, поэтому просто отдыхали классно. И я зажала, в общем, видео. Но в этом году я обязательно выставлю все фотографии. А вечером здесь нереально весело. Все бары под музыку. Ярик, не лазь туда, зайка. Ярик нашел всякие штуки, куда можно залезть. Здесь просто движняк, коктейли. Очень весело. И вот здесь была живая музыка. Я даже до сих пор помню. Гитара, по-моему, была. А вот здесь маленькие лодочки проплывали. Какие здесь дворы. Я уже рассказывала, что... И здесь ресторанчик сразу. Кстати, уже сделали красивые рестораны. Видно, что хора у тебя процветает. Буквально за два года все безумно изменилось. Здесь стояла красивейшая яхта, а сейчас прогулочная. С нырянием под воду. И прям бары такие раньше было. Даже два года назад было немножко по-другому. Рассказывала о том, что это все рыбацкие деревушки. Потом, которые уже переместились. А вон яхточка. Ой, куда ты залез. Которые уже начали развиваться. И уже в туристическую... Дети, я вечно недовольна всем. В туристическую какую-то зону. Уже, конечно, рыболовство. Оно летом не настолько сильно занимает важную часть. Оно всегда занимает важную часть. Но не настолько большую, скажем так. Вот в солнце плохо видно, что домик красивый, отремонтированный, с синими ставнями. Вот в этом капитан-кофе-бар мы здесь сидели. Здесь просто бар. И прям диванчики на улице. Вот люди... Да, есть. Посидели, посидели вот здесь в кафешечках. И поплыли. Но они, видимо, на яхте где-то стоят, да? И на этой лодочке приплыли. Да, на яхте встали. Ой, как хорошо здесь, конечно. Здесь рай для лодочников. Рай для лодочников. Хорошо сказалось. Очень много островов. Огромное количество. Много кафешек таких на берегу прям. В общем, кайф полный. Вот это огромная пицца. Вот это, да, хвала. Хорватский кот ест пиццу. Ничего себе. Игорь дал пиццу, и он кушает. На, хорватский. Ничего себе, давай еще. Он глухой еще. Ага. Слушай, он, наверное, ест и думает, что вот здесь рыба плавает. Значит, это мне дают рыбу. Он мысленно думает, наверное, о рыбе, а ест пиццу давится. Дальше уже, когда проходите, уже идут просто домики красивые. Люди гуляют. Мы здесь гуляли тоже в том году. И это было мило очень. На самом деле, место примилое для отдыха. Но здесь намного дороже, чем мы сейчас отдыхаем в... Опять забыла, как этот остров называется. В общем, посмотрите другие видео. Посмотрим Меркур, Муркур. Муртор. Муртор, вот. У меня с названием географический кретинизм. Наверное, как у любой женщины. Почти везде сдаются апартаменты. Детки прям здесь купаются. Яхточки подходят. Все прикольно. Иногда Хорвать напоминает, не знаю, лао какое-нибудь. Иногда бывает. Да ты что? Или Турцию. Ну да, кстати, все. Мужчины хотят наши ловить, потому что они сейчас тоже выходят ловят. Но не на лодке пока, только на бунах. И ловится. Вообще Хорватия тоже благодатна для рыбаков. Кальмаров очень много молодых здесь ловится тоже. И вот они все норовят, норовят, норовят как бы лодочку взять и поплыть на ней, ловить рыбку. Смотри, что дядя нам принес. Красоту какую. И вино хорватское. Это водичка. Лимонад. Истором очень сильный. А вот и наколка для туриста. В общем, мы взяли пол-литра вина. То есть 5 бокалов, получается по 100 миллилитров. Они считают 24 бокал белое хорватское вино. Оно никогда не стоило так дорого. То есть 0,75 140 кун. С нас взяли за 0,5 120 кун. Еще получается скидочка из какой-то. То есть это очень реально дорого за белое вино. Ну и плюс сырная нарезка 65. Плюс маслины 20. Плюс паршюта. Сок природный 23. Это фреш. 25. Это что такое? Я забыла уже. Это, по-моему, лимонад. А, лимонада 20. Это вода 25 кун. Вода обыкновенная. Ну, короче, цены просто офигеть. Джубар. Вот здесь находится прям. Здесь прям цены прям дорого-дорого. Вот этот джубар, в котором пол-литра 120 кун стоит. А вот этот базилик, в котором стоит литр белого вина, литр. 100 кун мы литр и выпили. Мы поели на эту сумму 300 там сколько кун было. Мы пиццу съели, мясо съели. В общем, мы здесь так покушали хорошо. И все, всего лишь на такую же сумму, что мы вот здесь съели. Ну, короче, дороговато. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова